Базовый набор школьников, которые входят в форма, рюкзак и канцелярские товары, подорожал в этом году почти на 50%. Что сопоставимо с президентской выплатой на школьников в 10 тысяч рублей. Родители уже начали хождение по магазинам в поисках специальных ценников. Мы прогуляли за канцтоварами с Ириной Ворк, мамой школьников и заглянули в ее средний чек. Сколько останется с путинских выплат и останется ли? Смотрим. Ну что, 1 сентября у нас движется, и те, кто не успели сделать покупки, я предлагаю сегодня закупиться. Чтобы выбрать правильно тетрадки, мой такой совет – не выбирать белый глянец. Потому что при контрасте синие ручки и ярко-белого цвета это раздражает глаз, и ребенок просто теряет концентрацию. Поэтому будем выбирать, наверное, такие более спокойные тона. А, вот давайте еще фломастеры я вам покажу. Фломастеры лучше всего выбирать на водной основе. Иногда они берут в рот, детки, и поэтому лучше так, чтобы не отравились. Так. Хороший производитель – это Брауберг, Эрик Краус, советую. Чтобы можно было еще и отстирать потом вещи. Карандашики для рисования лучше брать, как вам показать, либо вот такой формы, либо круглой. Есть еще вот такие, но они могут травмировать палец, и ребенок долго держать не сможет. А, нет, я не те показала, вот эти вот. Они как треугольной резьбой идут. Вот. Вот такой будет, скорее всего, неудобен. Как выбрать рюкзак? Объясняю. Если начальная школа, у детей заполняемость рюкзака должна быть не более 10% от массы самого ребенка. Ширина лямки должна быть 5-6 см, а сзади должна быть обязательно жесткая вставка, чтобы распределять вес. Как по составу выбрать? Тут лучше, если честно, вообще все лучше нюхать. Если какой-то химический резкий запах, то лучше отказаться от этой покупки. Тоже хорошая тема красок. Краски тоже лучше выбирать на водной основе. Хорошие производители – это гамма и луч. Причем эти производители есть как украинского производства, так и российского. Если брать какие-то дешевые краски, можно тоже нарваться на плохой состав. Бывают недобросовестные производители, которые экономят. И в составе может быть анилин. При вдыхании или даже просто испачкать руки, это будет достаточно, чтобы получить отравление центральной нервной системы. Всегда читайте этикетку. Если у вас на этикетке есть вот такой вот значок ЕАЭС, это значит, что товар соответствует качеству. Это знак таможенного союза. У нас общая корзина вышла на 6231 рубль, но я думаю, что нам все равно придется докупать тетради. А вместе с вами ходили за покупками Ирина Ворк и Денис Галкин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.